всем доброго дня или доброго время суток кто как где будет смотреть вот немножко отступим от обычного контента на моем канале в первую очередь хочу поблагодарить всех кто смотрел мои ролики и все кто дальше будет смотреть все кто подписался все кто ставил лайки огромное спасибо потому что это сильно мотивирует делать и дальше видео делиться информацией которые иногда можно найти или использовать в жизни и попытаться отремонтировать что-то своими руками не обращаясь там каким-то сервисом и так далее вот и в этот раз смотрю пришло время заменить аккумулятор встроенный именно в часах тисот меня на канале есть видео по замене батарейки в часах восток европа тоже кого интересует может посмотреть на канале аналогично видео я в то время не вообще не нашел ни у кого поэтому было познавательно особенно и для меня сам процесс вот это тисот вот версия ситач морские часы как для подводного плавания довольно глубоководного погружения вот и тут прям видно на есть индикатор на вот внизу вот что батарейка уже садится то есть при включении каких-то режимов там компас и так далее то есть он просто зависает соответственно нужно уже менять батарейку ну вот тут какие инструменты приготовил да ну это конечно шутка никто такими инструментами это делать не будет того варварство с моей стороны тут немножко другой подход вот я уже снял браслет механический такой браслет есть очень тоже надежный сталь тяжелая что надолго этим часам уже больше чем больше десяти лет служит верой правой я уже заменял два или три раза аккумуляторы встроенный вот так что сейчас пришло как раз время нового вот буду использовать такую подставку довольно принципе удобно зафиксируем и соответственно будем разбирать тут довольно просто тут есть раз два три четыре до болтика как раз мы их аккуратненько открутим она главное их не потерять маленькие конечно специальных отверток у меня нету именно я же не часовщик все-таки осталось еще два болтика другой отверткой потоньше так вот последний можно снять сразу поставить вот многие наверное не видели что там внутри вот крышка снимается заглушка также есть такая вот крышечка будет немножко прочистить тоже вода все-таки попадала она видел как озеро как речки так и соответственно морскую воду на и периодически нужно прочищать там также есть одна вот заглушка вот сейчас покажу сам механизм вот электронный нужно быть аккуратным соответственно и вот это вот заглушка который потом нужно будет обязательно смазать чем именно покажу в самом конце потому что я эту смазку тоже использовал как раз для восток европа она уже сухая и вот прям чувствую вас есть оставшаяся смазка но я уже чувствуется что очень мало вот и вот сам механизм и соответственно сам аккумулятор в принципе ничего сложного это формат cr2032 в оригинале когда первый раз производил замену стояла именно марка рената в принципе это швейцарская марка то есть очень надежная она не раз как говорится выручала соответственно я тоже принял решение что лучше продолжать значит только ею использовать соответственно сейчас тут надо немножко ослабить этот болтик чуть-чуть буквально чтобы можно было повернуть сам механизм еще одно ослабить отодвигаем в идеале конечно надо было это все делать в перчатках на специальных но у меня тоже такого нет я же не являюсь каким-то часовщиком все как говорится по простому по нашему вот выбираем аккумулятор хорошо сидит вот 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 связнили все чисто аккуратно тут немножко потом протрем давайте проверим какое напряжение аккумуляторы посмотрим чисто ну вроде 3 вольта но я поставлю новую потому что выдавала ошибка иногда и такое бывает вот это можно выключить сейчас пойду схожу за новой вот 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 как раз есть новый аккумулятор тоже рената cr2032 откроем соответственно так это у нас старая проверим напряжение вот 3 и 3 отлично будем устанавливать вот точно так же у нас свое место в принципе тут просто вставил и все все теперь нужно обратно отодвинуть фиксатор и закрутить винтик так контакт вроде надежный так отлично протереть немножко от грязи все очень легко отошло это хорошо все я их после морской воды всегда пытался просто даже прополоскать обязательно да просто чистой пресной водой так так вот теперь продемонстрирую вот такую вот тоже мак пасту как раз да тоже давно она у меня уже есть тоже вроде как раз именно в швейцарии вот такой используется я когда приобрел такой тюбик мне его до конца жизни хватит это точно и просто чуть-чуть да то есть смажем соответственно чтобы она была вязкая и обеспечивала геометрично вроде она силиконовой основе если я правильно помню много не надо это тоже если будет перебор тоже плохо будет так устанавливаем на свое место теперь устанавливаем обратно модуль аккуратненько прижимается очень хорошо это у нас крышка чистая будем обратно собирать так нажимаем будем обратно закручивать все четыре болтика очень маленький пальцы большие так так они не магнитятся эти маленькие болтики поэтому приходится так вот руками держать там не потерять потому что если такой потеряется только но официалов можно приобрести и он скорее всего будет стоить как крыло от боинга даже такой болтик по периферии закрутим так и берем это побольше отводкой, чтобы было затяжение получше. Так, вот батарейка у нас успешно заменена, сейчас посмотрим какой у нас результат, теперь включаем, ну вот индикатор соответственно который был вот в этом месте, да именно разряд аккумулятора он исчез, сейчас проверим как работает у нас компас, так понятно, так это у нас все будет работать, дальше потом произведем температурный датчик, дальше посмотрим, выявился еще один интересный момент, похоже дело, что он немножко раскорректировал стрелки, потому что я даже заметил, что при компасе он очень странно себя ведет, он возвращает вот так вот две стрелки, так он не должен работать, это первая вещь, вторая соответственно, это тоже можно поправить будет, вторая, если вы заметили, тут есть такой ключик, это как раз он появляется в процессе замены внутреннего аккумулятора, да и тогда его нужно сбросить, ну вот, а это уже значит, это делается довольно просто, вот и вот эта замена аккумулятора, это была первая часть видео, в следующей части, да, я соответственно тогда покажу как сбросить именно вот этот ключик, да, чтоб его просто не было, потому что в самом начале его не было, да, так что спасибо, что досмотрел эту первую часть и, как говорится, не переключайтесь, да, если интересует продолжение, то буду благодарен, если поставите лайк и, соответственно, подпишитесь на канал и очень скоро, соответственно, покажу второе видео, сделаю, да, как это вот убрать, да, и потом увидите, как это делаю, работает, так что вот так, для первого видео, всем спасибо, кто смотрел, да, и скоро будет вторая часть.